Эта молодая украинка застряла на границе с Мексикой в ожидании шанса на получение убежища в США. Это несправедливо. Никто не может нам помочь. Никто. Люди смотрят на вас и говорят, что, мол, понимают ситуацию, но ничего сделать не могут. Американский жених Кристины помог ей бежать из Украины через Польшу. Но в этой стране, уже наводненной беженцами, Кристина не смогла найти жилье. Уже не осталось ни отелей, ни съемных квартир. Все занято. Тогда Кристина полетела в Мексику в надежде на то, что сможет попасть в США через южную границу. На пограничном посту между мексиканской Тихуаной и американским Сан-Диего ей было отказано во въезде в Соединенные Штаты. Отчасти это решение пограничников связано с политикой эпохи Трампа, которая позволяет сотрудникам иммиграционной службы отказывать мигрантам во въезде в США на основании необходимости борьбы с распространением COVID-19. В то время как судебные баталии вокруг эпидемиологических ограничений эпохи Трампа продолжаются, высокопоставленные чиновники администрации Байдена говорят, что существуют исключения из так называемого 42-го раздела Кодекса США, которые могут касаться граждан Украины. Но так как Кристина приехала одна, без визы и в условиях действия эпидемиологических ограничений, она получила отказ. Давление на администрацию Байдена с тем, чтобы Белый дом снял ковидные ограничения на границе, сегодня только усиливается. Блейн Буки, юрист, которая работает над тем, чтобы такие украинцы, как Кристина, смогли попасть в США. Я очень надеюсь, что у всех семей появится возможность въехать в США, а также на отмену действия 42-го раздела. На границе в ожидании шанса на въезд находятся не только украинцы, но и россияне. Некоторые из них рассказали, что были вынуждены покинуть Россию из-за международных санкций. Екатерина Язина рассказала о своем участии в антивоенных акциях протеста в родном Петербурге. Теперь она боится возмездия российских властей. В данный момент женщина с детьми живет в Тихуане в палатке под открытым небом, так как, по ее словам, им больше некуда идти. Здесь очень, очень холодно. Уроженка Санкт-Петербурга столкнулась с теми же перепонами на границе Мексики и США, что и многие другие россияне и украинцы. Украинцы и русские друзья. Она не теряет надежды на то, что иммиграционные власти США разрешат въезд гражданам обеих стран. Война Путина, отмечает она, не их война. Субтитры создавал DimaTorzok